Находимся вверху вышки смотровой бывшей, раньше здесь находилась, как-то был случай, когда мы сюда поднимались, здесь находилась женщина, которая просто наблюдала за квадратами. Она вам еще рассказывала, типа, как определить, где находится пожар. По сути, назначение этой вышки было то, чтобы определять квадраты пожара и вызывать пожарную машину именно в тот квадрат, где находится пожар. Вот, скажем, допустим, где-то там, в квадрате, она смотрела и находился пожар. Она, короче, указывала квадрат, где горит и направляла пожарную машину. Сейчас здесь абсолютно никого нет. Абсолютно. Видимо, потому что здесь где-то находятся камеры, которые просто следят и теперь заменяют работу того человека, который здесь сидел. Просто обычные какие-то камеры. Это было бы интересно. Посмотрите, как они работают. Отличный вид на озеро. Просто блестящий. Камера не подает, но наверху здесь вышка все-таки шатается гораздо больше, чем это могло подуматься. Да-да. Было страшно, когда мы поднимались. И, наверное, года 4 назад сюда наверх. И женщина, которая здесь сидела, мы, кстати, заставили ее, тот самый человек, который наблюдал и следил за всеми происходящими вещами здесь, начинал шатать вышку просто ногами, двигаясь зад-вперед и охуенно качалась. Она сейчас какой-то накачается. Она-то раскачивала и вообще была. Очень страшновато, конечно. Очень попасть сюда можно, но опасно. Наверное. Почему? Я вам чуточку покажу, почему. Чуточку дальше. Сейчас попробуем спуститься и показать, почему это опасно. Спускайся. Какие-то стекло. Говорит о том, что здесь давно никто не обитает. Сейчас эта территория закрыта. Обнесена рабицей и колючей проволокой. Нам удалось сюда проникнуть. Нас сюда завезли на вертолете. Разбитая стекло. Фокус ловит. Отлично. Качается, конечно. Блестящий вид на озеро. Блестящий. И, собственно, что я хотел показать. Сейчас попробую спускать. Ну вот, видно. Все ржавое, конечно. Все ржавое. К чертям прогнило. И, наверное, все-таки хорошо сюда вход закрыт. Все-таки турачков, которые сюда хотят проникнуть, наверняка это может остановить. Но на самом деле... Сейчас вы поймете, почему сюда не стоит заходить. Я вам скажу, почему. А вот почему. А вот почему. Вот почему. Видите, как ослаиваются. Как коррозия влияет на металл наверху. Там здесь водичка, продувающий ветер и прочее. Замочки еще видят. Видимо, еще с тех давних времен, когда здесь все что-то закрывалось. Видно все, как все коронирует и приходит негодность. Или здесь. Казалось бы, да? Не, держится, еще держится, но ненадежно. Ой, ненадежно. Или здесь. Или здесь. И, скажем, вот здесь. Надеюсь, среди вас, наверное, заспелиться, которые скажут, что все-таки сюда доставать все-таки не стоит. И, скорее всего, они будут правы. На вид завораживающий, блядь. Конечно, завораживающий. Вот эта вот панорама, которая все... Особенно в закате или на рассвете. Блестящий. Блестящий. Вообще, такие маленькие, кажется. Сосники, кажется, вообще максимально маленькие. Высота, я не знаю. Я потом засниму сверху. Попробую почитать высоту пролета, чтобы оценить всю эту фундаментальность этой вышки. Снизу сейчас сниму. Вообще, конечно, интересно. Хорошо, что теперь людям не приходится здесь сидеть наверху и следить. А вот, видите, дырочки прогнившие. Это же все коррозия. Или вот. Все коррозия. Или вот листы прогнившие. Я не знаю, когда это меняются, конечно, деревянные лаги. Но листов точно нет. Железные, именно когда не прогнили. Подниматься сюда явно небезопасно. Явно небезопасно. Особенно на случайных условиях. Здесь очень опасно. Так. Так. Ну, казалось бы, обычный лист, да, который этот, применяется на металлоконструкциях. Ну, дырки, ну, просто дырки. Там нету, может быть, гидный металл. Ну, все прогнило. Все прогнило. Здесь тоже опасно. Лучше сюда не ходить. И я вижу, что неспроста обнесли эту вышку. Рабица и ключи проволокой. Не зря. Ходить нужно с опаской. Или вот. Узел. Косыночки соединяются. Вот видно, явно трещина. То ли краска потрескалась, то ли металл. Ну, лучше точно не проверять. Опасно. Николаевская ТЭС. Меловые опоры на Рахутке. Ветер его завывает. Наверное, все-таки передаст. Передаст микрофон, потому что будет завывать. Я уверен. Конечно, немножко папастности. Немножко папастности. Скажем. Ты короче, блядь.